Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске в мемориальном комплексе Титернакаберт правительство Западной Армении организовало поминальную церемонию. Азербайджан осквернил Гадрудскую церковь. Крест сняли, армянскую надпись стерли. 30 апреля 1991 года началась операция «Кольцо» по насильственному выселению армянских населенных пунктов Арцаха. «Мы не будем в составе Азербайджана, мы останемся де-факто независимым государством», Давид Бабаян. Приговоренный к пожизненному заключению, Осман Кавала назвал решение суда неожиданным. Алиев настаивает на проведении трехсторонних переговоров в Баку, Анкара и Ереван. В Армении отметят День национального танца. 28 апреля в мемориале Титернакаберта прошла поминальная церемония с жертвами геноцида. В мероприятие приняли участие члены правительства Республики Западная Армения, депутаты, жители Шуши и гости из различных организаций. Церемония началась с исполнения гимна Западной Армении в исполнении певца Арсена Амбаряна. С приветственным словом выступила премьер-министр Республики Западная Армения Седа Меликян, после чего выступили историк Владимир Рутюнян, сотрудник литературного музея Чаренца Асмика Хвердянца, автор книги «Ответ 100 лет спустя», и ныне гражданка Франции, художница Асильва, боец Ассала, губернатор Киликии Республики Западная Армения Вазген Сеслян. Премьер-министр Седа Меликян вручила паспорта новым гражданам Республики Западная Армения. Мероприятие завершилось выступлением Арсена Амбаряна. 27 апреля 2022 года провластные азербайджанское информационное агентство опубликовали статьи под заголовком «Пасху отпраздновали в Гадруде», опубликовав фотографии из армянской церкви святого Арутюна в Гадруде. При рассмотрении фотографии ясно видно, что крест был снят с церкви. Все это результат политики, намеченной Азербайджаном. Ранее в ходе посещения церкви Сурпас-20 в Гадрутском районе президент Азербайджана Алиев призвал стереть армянские надписи. Церковь святого Арутюна построена в 1621 году. Позднее, в 1819 году, она была отреставрирована. Тогда же был установлен купол церкви. 30 апреля 1991 года началась операция «Кольцо зверств», совершенных азербайджанскими войсками против армян Арцаха. Основным игроком в ее реализации была милиция особого назначения МВД Азербайджана, которую поддерживали части 4-й армии внутренних войск МВД СССР. 30 апреля были обстреляны села Геташен и Мартунашем, в ходе которых против мирного армянского населения применялись танки и боевые вертолеты. На самом деле были убийства армян и зверства на почве национальной ненависти. В результате той операции было эвакуировано более двух десятков деревень. Почти 10 тысяч человек были перемещены, более ста убиты. Кроме того, в результате операции «Кольцо» в заложники было взато 100 человек. Переговоры по армяно-азербайджанскому мирному соглашению не могут повлиять на судьбу Арцаха. Об этом заявил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян. Он подтвердил позицию официального Степанакерта продолжать путь независимости, добавив, что только минская группа ОБСЕ имеет мандат на решение вопроса. По словам главы МИДа Арцаха, демаркация границы Армении-Азербайджан не распространяется на Арцах. В свою очередь, председатель национального собрания Арцаха Артур Товмасян отметил, что вопрос статуса Арцаха отдан в мандат минской группы ОБСЕ. Приговоренный к пожизненному заключению, известный турецкий правозащитник Осман Кавала назвал решение суда неожиданным. По его словам, решение турецкого суда полностью противоречит европейскому законодательству. По его словам, из-за этого решения Турция будет дискредитирована. Вердикт подвергся резкой критике со стороны турецкой оппозиции и ряда западных стран из США. Государственный департамент выразил глубокую озабоченность по поводу этого решения, посчитав его противоречающим правам человека. После оглашения приговора тысячи людей протестовали в разных регионах, требуя справедливости. Армения отклонила несколько предложений о проведении трехсторонних переговоров на различных уровнях, сказал Алиев. Наши партнеры знают об этом, причин отказа никто не знает. Я считаю такой подход крайне неэффективным. Если мы посмотрим на будущее региона, то политика Армении не следует никакой логике. Армения должна установить отношения с Азербайджаном и Турцией, одновременно отказавшись от территориальных претензий к Азербайджану и Турции, заявил Алиев на конференции «Южный Кавказ развития и сотрудничество». Особенно примечательно, что конференция проходит в оккупированном армянском городе Шуши. Армянский танец – богатейшая база нашего национального наследия. Это выражение не только наших эстетических представлений, но и национального самосознания. С помощью танца армяне не только пытались укрепить наш национальный характер, но он был символом нашего единства. Международный день танца отмечается 29 апреля, но по словам президента Союза артистов национального танца Армении, заслуженного деятеля культуры Республики Западной Армения Карена Геваргяна, вскоре в Армении будет отмечаться день национального танца. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!